Это не визит Деда Мороза. Лето на дворе. Но в доме Булгаковых, приходу дублеров, деда с бородой особо рады. Дамир, Диана и Дмитрий перешли в восьмой класс. Они из неполной семьи и подарки медиков для них в самый раз. Сегодня врачи принесли школьные принадлежности, костюмы и обувь. Несмотря на то, что дети родились в один день и являются тройняшками, размеры оказались у всех разные. Она сама лично выбирала, одевала. Рождение Дамира, Дианы и Дмитрия Булгаковых в 2000 году стало настоящей сенсацией. В те времена тройня во всем Казахстане считалась редкостью. Потому внимание к новорожденным было повышенное. В семье власти выделили жилье детям, даже няню. К сожалению, отец детей умер, а мама – инвалид первой группы по зрению. Врачи, которые все эти годы наблюдают за тройняшками, признаются, что для них они словно родные. Нур-Тан – актюбинский филиал по поручению. Нашему городской поликлинику номер 3 было поручено одеть троих детей, тройняшек. В связи с этим наша администрация закупила школьными товарами, одеждами. Дети сами ходили на рынок, выбирали по размеру, по вкусу. Вот и обрели школьные товары. Тройня в Актюбе, между тем, сегодня уже не редкость. В последние годы актюбинки все чаще рожают двойняшек и тройняшек, либо детей-гигантов. На участке, обслуживаемом врачами третьей поликлиники, их десятки. Что касается самой акции «Дорога в школу», то она продлится до конца сентября. В октябре будут объявлены ее итоги. И, конечно, благодарность всем спонсорам. Акмарал Майкузова, Сергей Калашников, программа «Факт». Акмарал Майкузова, Сергей Калашников, программа «Факт».